На протяжении тысячелетий судьба человечества зависела от деяний отдельных людей. Вождей и шаманов, капитанов и адмиралов, генералов и маршалов, воинов и стратегов. Играет музыка. Стань одним из них. Здесь же нам представляется возможность возглавить человечество, определенную нацию за 500 тысяч лет до нашей эры. То есть совсем допотопные люди, и соответственно развиваться, обучать технологиям, строить воинов, рабочих, добывать ресурсы, ну и конечно же по традиции нагибать всех, кто вам будут в этом мешать. Примечательной особенностью конкретно этой игры является то, что здесь можно развиться от вообще каких-то непонятных неандертальцев, хотя я точно не уверен, когда они существовали. Ну в общем, 500 тысяч лет назад какие там люди были, я не знаю точно, напишите в комментариях. И до далекого будущего. И я уже молчу про то, что тут ядерное оружие есть и так далее. То есть можно развиться до далекого будущего, где соответственно летательные аппараты, космические корабли и всякое такое. Ну конечно же от эпохи к эпохе. Есть индивидуальная игра, игра коллективная, игра индивидуальная делится на кампанию, случайные карты, сценарии, ну и конечно же обучение и так далее. Имя игрока, как это неизвестно, когда очень известный человек, прям суперизвестный на всем ютюбе. Вот, случайная карта, можем поиграть в случайную карту, здесь тоже такие же примерные настройки, как в эпохе империи, или например Rise of Nationals и так далее и тому подобное. Команду мы никакую выбирать не будем, сразу покажу вам игру, работников 5 изначально, до скольки можно, до 20 работников, ну давайте 5, в меню очень быстрая мышка, я надеюсь никаких вылетов и крашей не будет, по крайней мере в меню на десятки запустилась. Режим игры стандартный, турнирный, непонятно что это значит, уровень сложности, низкий, средний, высокий, хрен с ним, даже если меня разнесут, пускай так. Маленький тип карты, горы, континенты, крупные острова, мелкие острова, равнина, равнина, давайте равнина пускай будет. Количество ресурсов, малое, большое, пускай будет большое, необходимое для победы, чудес света 3, здесь не так же присутствует, вот смотрите, доисторическая эпоха, смотрите сколько эпох, видите да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать эпох, это почти в три раза больше, чем в эпохе империи 2, там их было всего 5 эпох, вот сами можете прикинуть, да, доисторическая эпоха и век нанотехнологий, цифровая современность, это 12 эпоха, открыть карту, можно сразу увидеть, где кто находится, ну комп мы знаем, да, что он и так знает, где вы находитесь, другие цивилизации, другие цивилизации, естественно, фиксировать команды, фиксировать скорость, жульничество, это читы, наверное, отключим максимально, войск, сколько может быть на карте, ну пускай будет тысяча, я не знаю, много это или мало, я просто уже не помню, честно сказать, не помню, компьютер, здесь нацию, что-то я не вижу, как выбрать, никак, наверное, цвет, цвет не меняется, почему цвет не меняется, не знаю, непонятно, возможно, там потом можно будет выбрать, так, окей, язык, конечно, здесь у них сразу же такое себе, примерно так же, как в эпохе империи, построено это все дело, а, я вспомнил, здесь, короче, еще одна примечательная особенность, то, что можно составлять свою такую нацию, но здесь, конечно, нужно быть подкованным в этом варианте, в этом, в этом, во всем, потому что у нас есть 100 очков, и вот, соответственно, можно выбрать определенные очки, на что мы хотим их потратить, бомбардировщики, вертолеты, истребители, копейщики, копейщики, атака, три, цена, то есть сразу уже выбираем, что мы хотим видеть, я пока выберу, что есть, разведывать, заселить, да, дерево, пускай собирают, как дебилы прыгают, ладно, форпост, это форпост, это же, вот это же, такая же хрень, да, как, да, судя по всему, да, надо еды побольше добывать, и дерево, нужно очень много дерева, да, то есть вы слышите, да, изначально они даже говорят на каком-то непонятном языке, о, потащил, отлично, нормально, у дерева 488 единиц, очень долго добывают, кнопочка с бездельниками есть, прозрачность объектов и так далее, за моей спиной вы не видите, сколько там, ресурсы, что по панели, вот за моей спиной тут все, что есть и связано с тем, что мы строим, внизу панель еда, дерево, соответственно, камешки и так далее, там подобное, немножко побыстрее сделаю, чтобы все это как-то, блин, пошустрее было, вообще нам бы разведчика сделать, было бы неплохо, дерево вы когда там добудете, нужное количество уже запарили, столько таскают, уже бесконечно, 225 дерева нужно, кстати, 3D движок, да, не так, как в эпохе империи во второй части было, но эпоха империи мне понравилось то, что Microsoft решила ремастерить, я, кстати, из-за нее, только из-за нее когда-то, пару лет назад, перешел на Windows 10, представляете, только из одной игры, а тут потом как-то взял да привык, такая, вот такая вот история, так, давайте, несите уже, будем сейчас казармы строить, строить казармы, здесь можно также цепочку заданий выдавать, это прикольная тема, так, кто у нас, камнеметатели и воин с дубиной, руда нужна, блин, а где же мне тебе руду добыть, так, это что у нас, мне кажется, люди, которые вообще не могли разговаривать, вряд ли могли добывать руду, руда у нас, далековато, я бы сказал, это даже не руда, ой-ой-ой, не трогать слона, не руда, это скорее всего золото было, легемот, а вот руда, а вот руда, это тоже огромнейшее количество, камеру не буду выключать, потому что здесь в игре оказывается быстрые клавиши как раз таки отвечают еще и за на этого золота, на этого руда, короче говоря, мне и то, и другое нужно, отвечают в игре за определенные моменты, то есть увеличение, приближение, уменьшение камеры, а хотя не, ну ладно, очень долго они все это добывают, дело, крайне долго, вот тут мой соперник уже где-то должен быть ходить, так, потащили, потащили, храм можно построить, так же дерево, правда много надо, хорошо, есть автоматическая разведка, это просто прекрасная вещь, первого воина сейчас построим, о, мне уже пришли бабушки, бабушки давать, сука, ничего не меняется, ребят, со временем ничего не меняется, все так же происходит, раш, получается, компьютерный игрок всегда стремится зарашить своего соперника, византия, византия, сука, почему он так побежал, а я как-то, блин, по-другому этот придурок с дубиной побежал, ну дай ему еще по голове пару раз, ну так, кровь, сука, за кровь, куда они массово так побежали, я что-то не понял, еще-еще-еще-еще-еще удар, ты че думал, блин, в сказку что-ли попал, слушайте, сколько у него строителей, это же капец какой-то, мочкануть тетку, мочкануть тетку, на пяти ударах живет, на пяти ударах живет, Девушки отдыхают Не знаю Мировые дела решаются Откуда у него столько строителей Я что-то не пойму вообще никак Блин, надо вот этого взять Чтобы он Дежур здесь Мы будем этих гонять Просто он спугивает Отлично, с приской их выгнали Я правда не знаю, где их деревня Сейчас попробую А может не попробую, нахрен надо Они убежали что-то вообще совсем все Все, главное на перерез идти Охренение произошло Пророков можно сделать мощнее Так, у нас вообще еды на самом деле не хватает Это прям катастрофа какая-то Как следующую эпоху перейти Я уже не помню А, вот точно 1250 еды надо Прикиньте Так, сюда, сюда, быстро сюда Что-то, тут они тут рядышком со мной добывают Что, охренели что-то совсем Священнослужителя Давайте наймем Посмотрим, что он делает Я уже не помню, если честно Что, охренели что-то, охренели что-то Съедобные растения О, я походу нашел его лагерь Конечно, что-то мы дальше Дальше, чем этот, не развелись А, форпост Я понял, что такое форпост А, форпост долбить мы будем долго ладно пошли отсюда на хрен там ковырять просто нереально долго понятно у него короче здесь башня еще стоит это полезная штука я думаю что нам тоже надо бы ее поставить еще надо вот сюда сходить и бога на нас напали линда откуда вы взялись едва не запинали его откуда не приходит не пойму а у них здесь еще один этот лагерь строили ну-ка отпинать два лагеря и бога она стопали да слушайте сильно он там развился кстати я вам так скажу что не просто будет и завоевать тревога на нас напали тревога на нас топали на этого еще еда уходит откуда у него столько ресурсов тревога на нас топали священника грохнули идите нахер отсюда у них камнеметатели кстати это странно что наши нигде не 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 о чем не не обо что не лечится не знаю сколько эта серия будет лица не знаю ребятки что-то это как-то оказалось не так просто как казалось что это значит блин они еще один форпоз здесь строят вообще херели что ли о сукины дети да слушайте вот это я сагрил его теперь он блин дубасить меня будет запарил а 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 охереть он здесь башен понаставил блин я ваще шоке что-то я как-то зажатый оказываюсь и и и и я сосредоточен блин молчу молчу такой да я забыл что эта игра такая сложновато я блин я бы сказал даже вот так так возможно нам стоит знать еще больше на еду потратить больше людей на еду пустить не смысле людей на еду пустить смысле смысле того что больше добывали еды там смотрите уже везде просто жопа какая-то он везде понатыкал эти он везде понатыкал башни я конечно понимаю что башня камень стоит а мы камень не добываем даже близко а где камень откуда у него столько камня серо видите на карте что-то я так и не понял а вот камень у меня камня не за не заспавнилась вот это мой камень единственные здесь и windows просто какой-то а вот отсюда таскать камень такой еще такой себе удовольствием давайте пять рабочих мы наймем за нас дерево мало добывать людей форпост нужно здесь где-то рядом поставить в таком случае он тоже не спешит наверное переходить другую эпоху тут просто вопрос жизни и смерти просто вопрос выживания реально пророк? пророк че дает? стоит дорого до хера вопрос следующего как можно уничтожить башню который у которой сколько там хп 1000 хп а урона балбесов 5 удобно у дуболомов у этих знаете пахнет дисбалансом дядька ты вот это отдыхаешь стоишь вообще не кстати прииски с металлом конечно в заднице находится я думаю что если он сейчас нападет его все мы не выживем 6 человек на прииск 6 человек помещается нихера не там барана дербанят хочу перейти в следующую эпоху посмотреть что там будет пребога на нас нападет ооо ну я же говорил я об этом и говорил уходим 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 все уходим причем они они выгнали нас слабого места очень слабого места ну да видите башню просто не заковырять нахера вы на слона напали идиоты а добывать пищу на е-мое очень много людей я потерял очень много куда они потащили это все разом на слона и всех воинов потерял о самсон я думаю что это как раз таки вот ломать черепах как-то без звука как-то все перешли в какую-то эпоху эту он еще улучшать можно подождите-ка но и нихера себе это стоит мне уже язык какой-то появился давайте стрельбище поставим да кстати я совсем забыл что у них здесь еще улучшение есть за моей спиной камеру выключать не буду за моей спиной есть еще улучшение определенным интересно он перешел другую эпоху да блин слоны бешеные да там и тут и и и и У нас железо не добывается, блин, вообще. Жёстко, жёстко. Да запаривайте слоны, иди, тихие. Завалите слона. Завалите слоны, иди, тихие. А, дерево золото стоит. Лучник. Я думаю, чё такое? Глядите, слоны-дики. Тревога, на нас напали. Слоны какие обидчивые. Они их собирают, этих слонов, просто моментально. Давайте сделаем последний рывок, так скажем. Игра действительно, ну, долгоиграющая. Имеется в виду, что не получится так, что я взял такое херрак и показал вам все эпохи. Нет, это стратегия, во всяком случае. И она играется долго всегда, как и все другие стратегии. Тревога, на нас напали. Сзади набежали, охереть. Просто подвиньтесь, извините, подвиньтесь. Самсону там сейчас уже череп проломит. Не, это серьезная, конечно, тема. Я уже, честно сказать, забыл, что такая сложная. Посмотрите, они откуда-то отсюда все прибежали. Просто ждали нас. Размотали своими дуболомами моих там супер лучников, супер копейщиков или кто они там были. Кто они? Прачник. Ну, я думал, лучник. Ну, ладно, прачник. Просто размотали. Вообще, на самом деле, хороший вариант им сейчас сделать контрудар. У меня армии просто нету и все, до свидания. Барашки все воскрешаются, появляются заново. Их было меньше. Тревога, на нас напали. Ну, я же говорил, это самое логичное. Тут уже, это проигрыш. Все в бой! Всех в бой! Херачите, защищайте империю! За царя! Башню, я же говорю, башню крайне тяжело убить. Уничтожить. Что ж, друзья, мы отбились, но на этом мы, скорее всего, не оклемаемся. Ну, вот так вот до второй эпохи я дошел из 14-ти. Частичную игру вам показал. Во-первых, ну, что хотел, можно сказать, то и я вам показал. Игра действительно достойна внимания, но, к сожалению, сама серия, сама линейка игр, она загнулась где-то на третьей части. Третья часть вышла в 2007 году и является самой провальной, которая была. По какой причине там провалилась, я, к сожалению, не знаю. Я просто знаю, что она провалилась. Своё мнение вы можете написать мне в комментариях, играли в эту игру или нет. Нравилась ли она вам как классическая стратегия, как что-то такое вот, нечто ординарное или неординарное. Ну, на мой взгляд, это обычная стратегия реального времени с очередной клон эпохи империи. Я, в принципе, в эту игру играл достаточно долго. И я скажу вам, сейчас я припоминаю, что когда уже начинаются какие-нибудь современности цифровые века, там уже, в общем, очень душно становится, прям очень душно, особенно против компа. Но ещё я так погорячился, выбрал средний уровень сложности. Это, конечно же, моя ошибка была, потому что... Как это сказать? Опыт-то я забыл свой весь. Конечно, его полностью ты не пропьёшь, да? Есть поговорка такая. Но, тем не менее, я уже всё позабывал. И многие-многие часы нужно будет потратить для того, чтобы это всё восполнить. Ну, своё мнение, как я уже сказал, пишите в комментариях, не забудьте поставить лайкосик. И, конечно же, подписываться на канал. А ещё заходите на стримы, которые проходят по графику во вкладочке. Канал можно посмотреть по какому. Что ж, берегите себя. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...